Вести РФМ. Москва, 97,6. Санкт-Петербург, 89,3. Дановским и Сергеем Корнеевским. Евгений Янович, здравствуйте. Ассаламу алейкум мархабаха, хавер шалейну, вот сердце. Всё хорошо, Евгений Янович. А у меня вот стеродубцы к нам не довезли никак. А он прямо что-то где-то здесь застрял. Везут к двум собирался, потому как у нас перекрыто всё. Хозяйка, явно хозяйка, судя по размерам машины, того Opel, который у нас там запаркован во втором ряду перед фитнес-центром, с телефоном под стеклом, который, впрочем, не отвечает. Ну, не отвечает. А что, он пешком не может пройти? Тут недалеко. А там автобус. А вся улица перекрыта. Ну, выходи из машины пешочком. Ну, на каком расстоянии? Тут же, понимаете, рука-то, она растёт, 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 растёт. Безумно было интересно слушать и духоподъёмно Дмитрия Анатольевича. Кто слушал, вот практически все ответы на заданные и, главное, не заданные вопросы он дал. И я каждый раз, я когда вижу Дмитрия Анатольевича, слышу Дмитрия Анатольевича, ощущаю Дмитрия Анатольевича, понимаю, что всё хорошо. Он излучает уверенность. Мне бы только ещё узнать судьбу той крымской бабушки, которой предложено было, поскольку денег есть, но вы держитесь. А хоть бы они и были. Ну, представьте формулу. Деньги, денег нет, но вы держитесь. Ну, ладно. А деньги есть, но вы держитесь. Ну, всё равно же тот же самый. Что касается пенсии, то задолженности нет, он сказал, и они выплачиваются в полном объёме. Да, да, да. А что можно на эти пенсии только сдохнуть? Ну, что теперь пойдёт? Ну, карма такая. Ну, действительно, свои заботы у большого человека. В январе будут проиндексированы пенсии. Ну, я понимаю, я вообще с 80-го года, как жду коммунизма, я привык к тому, что будет только лучше и лучше. Всё хорошо. Живём и весело сегодня, а дальше будет веселей. Я понимаю, что экономика выйдет на 5-8 процентов. Кого хрена она выйдет на 5-8 процентов? С кого буду на она выйдет на 5-8 процентов? Если, как писали братья Астругацкие, в понедельнике, начинаются в субботу, человека не кормить, не поить, а может ещё и не лечить, то он будет несчастлив и, значит, может быть, даже умрёть. Профессор выбегал, а помните, кадавра удовлетворённого желудочно выводил, кадавра неудовлетворённого полностью. И я даже понимаю, где теперь те кадавры? Кадавр неудовлетворённый финансово. Сажайте его во главе Центробанка и дальше говорите, матушка, голубушка, ну, дай денег, ставка-то твоя, от неё же экономика сдохнет. А матушка-голубушка тебе что-нибудь такое про биткоины интересного расскажет, про и шо, что-нибудь такое. И ты понимаешь, да не даст она тебе денег. Ведь на кого похожа больше всего госпожа Набиулина с точки зрения банкиров? А я даже не говорю из реальной экономики. Да, это про рост экономики. Но деньги-то выделяются под проекты. Под конкретные проекты выделяются деньги. Ну, а какие-то проекты есть? Я задал другой вопрос. На кого похожа? Мне кажется, этот вопрос нерелевантен. Если мы обсуждаем деньги. На Марию Антуанетту. Какова я говорила, что ежели нету хлеба, кусайте перёзынки. А потом на ельятину её. Далеки эти люди от народа. Страшно далеки от них от народа. Всё-таки Ленин был великий человек. Писал шикарные вещи. И понимаете, в чём дело? Ваша цель какая? Ваша цель читать с начальства, что всё хорошо будет ещё хорошее. И продемонстрировать казну сундук. Злой кочей над златом чахнет. А не обязательно злой кочей должен чахнуть над златом. И не обязательно даже чахнуть над златом. Современная эпоха показала, что те, кто над златом, они совершенно не чахнут. Они, наоборот, очень здорово выглядят. У них хороший прикус. Видимо, дантисты замечательные. У них всё хорошо с загаром. У них вообще всё совсем хорошо. Потому что... Если ваша задача страна, страна вот такая, как она есть, у кого Сингапур, у кого Канада, у кого Австралия, у кого Россия, у кого Казахстан, у кого Финляндия, то вы развиваете вашу конкретную страну, исходя из того, что будет с ней через 100 лет, через 50 лет. Вы же когда... Ну, вот мы с Соловьёвым закончили такой смешной теме лес. Но ведь вы сажаете эти высококачественные деревья, редкие посадки, с перспективой, что они вырастут через 30-50 лет. И вы от этого не получите никакой пользы. И во времена даже царей, не то что государей, императорей, вот это лесное хозяйство, оно было построено примерно так. А если вы об этом не думаете, и ваша задача сиюминутно, и единоразовый отчёт перед высшим начальством, дабы оно не взглянуло карающим окон и не дало волшебного пинка, ибо ёжик-птица гордая, не дашь пинка, не полетит, и чиновник тоже, то тогда ваша задача не стратегия, за которой не вырастет у вас дерево к следующему урожаю. Ну, никак. Ну, зла вырастет, а дерево, ну, никак не может. Вы же получите, ежели начальству нужно здесь и сейчас отчитаться от него волшебных звездюлей, а это же нехорошо. И вот и начинается эта цепочка. А место своё... Ну, какой человек хочет терять насиженное место? Если вы раздадите деньги не своим, приближённым, близким к вашему телу, не в сексуальном плане, а в метафизическом, духовно, банкирам, где деньги и накроются медным тазом, как все наши деньги, которые выдавались в кризис. Они не в кризис выдавались для подъёма экономики, они выдавались под кризис своим. И когда вы говорите, Серёж, ну, как проекты... Ну, конкретные проекты выделяют деньги. Есть проекты строительства дорог или ещё чего-то. Серёж, вы просто никак в жизни денег не выделяли. Вы в этом плане счастливочных денег не получали, Евгений Иванович. И получал деньги. Я что-то о вас не знаю. Ну, на дорогу нет, но, Евгений Иванович, вы же тоже, наверное, на дорогу не выделяли. Выделил, завод устроил. Ну, хорошо. Ну, какая разница объём-то? Разница в том, что... Серёж. Принцип один. Неа. Да, слушайте. Это очень полезно. Вас охватит мудрость. И когда меня пристрелят, посадят, или меня кондрашка охватит так, вы останетесь здесь в эфире один значительно мудрее. А потом вы процветёте, станете миллиардером и не разоритесь благодаря предпеданным вам мудростям. Смотрите, когда государство выдаёт деньги, так, как оно их сейчас выдаёт, главная задача – это вынуть любой проект. Глупо, умно, это не важно. И добиться того, чтобы деньги были выданы. Опыт показывает, что... Ну, опыт и счётная палата показывают, что результатов от этого не бывает, потому что проверки никогда ни к чему не приводят, и даже к посадкам не приводят. А деньги растворяются никуда. Когда вам говорят, что аэропортов на Дальнем Востоке и Полос было более 400, там, под 500 при советской власти, а сейчас то ли треть, то ли четверть, а деньги выделены, но они так выделены, что из них более 100 миллиардов, а 100 миллиардов – это хорошие деньги. Исчезло в никуда. Ну, просто исчезло. А ничего они о них не построили. Но денег нет. А где они, охрен его знает. И ваша задача, как чиновника, построить такую схему, чтобы эти деньги, как к карманам бильярди, перегонялись, теньц, 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 теньц. То тогда про эти проекты и про их результат все написал Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом. Вы помните фразу от того, что от полюции для деторождения никакой пользы нет? Грубая фраза. Мы, помню, розовели и хихикали в старших классах, когда ее учили. Но я вас уверяю, от вот этой игры в карманный бильярд нет пользы не только для деторождения, но и для экономики, и для дорог. Деньги гоняют по кругу те, кто должен их гонять. И единственная их задача, этих людей, чтобы они их забыли. Правда, красивая формулировка? Чтобы спросили, где деньги после того, как следует за дальней границей. Уже остынет, и по нему какую угодно ищейку не пускай, а разведут руками. А видно жительство где-нибудь в Финляндии или Чехии для тех, кто победнее. В Германии, Франции и Англии для тех, кто побогаче. Или на Лазурном берегу и на Полинезийских островах для тех, кто совсем хорош с собой. Ну, или в Штатах. Уже все. Вот так это происходит. И от этого раздуваются бюджеты. От этого у вас занимаются проектами, мегапроектами. В миллиарды и десятки миллиардов долларов. Не те люди, которые знают, сколько это строят и стоят. И из-за биографии чести своей инженерной или финансистской, какой угодно. А это тоже верно. Не будут накручивать результат на конкретного начальника. Хоть в госкорпорации, хоть без. А потом, чтобы, ну, могут теленочком пройти жертвой такой, да. Как это было у Березовского? Сакральная жертва. И когда вы смотрите на нашу экономическую финансовую систему, вы увидите огромную толпу этих прохиндеев и сакральных жертв. Или, в крайнем случае, если брать случай Сердюкова, не только прохиндеев, но и их прошмандовок. Их, опять же, жертв в виде всех тех направлений деятельности, которые им поручены. А почему туда не сажают профессионалов? Это отдельная тема. Вчера на Никитском клубе. Ученые, пытаясь найти логику в действиях фоно. Есть такая с музыкальным названием. Ну, вот почти фоно. Федеральное агентство по науке и образованию. Решение, как и почему разнопрофильные учреждения, ничего не экономя, на самом деле, должны быть свалены в одну кучу по территориальному методу. Даже если они вообще разным занимаются. Логика где, говорят мне. Ну, вот в мире, чем больше биоразнообразия должен быть бегемот, слон, лисичка, насекомый. И наука, она тоже так у нас построенная, образование. Все должны быть разные, не могут быть одинаковые. Если будет много разных, то тогда, встречаясь в курилке, они много неожиданных вещей могут найти. Вот, например, выяснили в Академгородке, что карта, я совершенно не шучу, что карта распространения нефтяных и газовых пятен по Сибири Восточной совпала с давным-давно до этого созданной картой биоразнообразия кровососущих насекомых, гнуса, мошки и всей прочей дряни. Они связаны. И я бы еще, я им предложил, вспоминая Сывороткина, наложить это на карту Озона и посмотреть на теорию дегазации мантии земли. Это может сэкономить много денег. Или не только. Это может предсказать много чего. Вы в том числе, зная там карту по востоку нашей Родины по насекомым, создали давным-давным-давно. Вы можете геологоразведку, если это корреляция прямая, а это вполне возможно. А вы гоните геологию экспедиции в конкретные районы. Например, самая тупая примитивная. Ну, потому что вдохновил меня профессор Сывороткин рассказывал о водороде, уходящей из мантии, о том, а есть же еще теория восстановления нефти из этого самого водорода. Безо всякого Сывороткина создана совершенно другим человеком образование нефти благодаря дегазации мантии земли. То есть, если у вас разные конторы, где возникают разные мысли, они могут пересечься. И на стыке наук у вас все и получается. А вот если у вас чиновник, он видит просто, зачем здесь тысячи институтов? Тысячи институтов, тысячи уборщиц. Давайте всех загуним в одно здание, и пусть они все в одном здании, большом, каждый сидит в каждой комнатке. Не работает, говорят нам. Всюду по всему он что-то не учитывает, потому что это звучит логично. Он смотрит на это, исходя из собственного опыта. Это примерно требование предсказать, сколько вы в этом году изобретений сделаете. Но это же есть реальность. Люди говорят, ну вот сейчас надбавки, что-то там кисло. Вот эти надбавки ученому будут платить, ему копейки платят, ну там моя профессорская ставка, 32 тысячи рублей в месяц. И если бы я с этого жил, что бы я там изобретал, делал, да ну, не смешиваюсь. А вот ситуация-то какая? Надбавками берем. В надбавке вы учитываете. Оказывается, ваше выступление и тут, и здесь, что вы напечатали, что вы не напечатали, где вы выступили, в каких вы журналах западных. Непременно западных, цитируем. Надбавки существенные добавляют. Существенные, но. А смысл? Во-первых, схему делали программисты. И, например, статус доктора наук в нее влепить нельзя, потому что там программу надо переписывать. Они не знали, что доктора наук нет руководителя научного. Там вам обязательно надо учесть научного руководителя, а у вас его нет, если вы доктор наук. Но это три минуты исправить, Евгений Иванович. Переписать программу. Ну, я в свое время, знаете, учился на это дело тоже. Это не три минуты избавить. Там надо программу переписывать. Переписать программу. Это код, это текст. Ваша программа уже утверждена. А, но это другой вопрос. Вы чего, отец родной? Нет, ну переписать ее несложно. Да? Ну, конечно. Правда? Ну, я так понимаю, просто убрать одну графу. Это несложно. Да нет, вы не убрать одну графу. А вам нужно много чего сделать, потому что там столько всего не учтено, столько переколбашено. То есть люди, составляя программу, не знали, чего они описывают. Ну, не знали. Они реально не знали, что они описывают. И в этом плане... Ну, вы не знаете, как провести эту операцию, но вы, в принципе, знаете, что скальпер режет, тампон зажимает. Нет, щипчики у вас как-то есть, и спирт медицинский его можно выпить, а можно стерилизовать. На этом основании вы говорите, окей, гугл, без всякого наркоза оперируемый теряет сознание от ужаса, там, подскажи мне, как инпендицит вырезать. Так можно делать? Нет. Для того, чтобы писать эту программу, надо было поговорить со всеми учеными, которые могут вам что-то подсказать. Они должны точно поставить вам, описать свою работу, а чиновник же делать этого не будет, мало ли он им не доверяет, мало ли чего, они паразиты там себе на папис. В результате у вас никогда не будет прорывных направлений в науке. Никогда, потому что у вас сидит Эйнштейн, который в эти рамки вообще не попадает, он бездельный. Он потом создаст теорию относительности, он предскажет, когда он ее создаст, он будет рассказывать вам, как он ее создает. Вы описываете его задачу, исходя из своих пониманий его, а вы не можете описать процесс изобретения, создания научной теории. Потому что вы чиновник, и в этом ни хрена не понимаете, не поймете никогда. Это же калька, я так понимаю, с западного, с американского, но в Америке же исследования проводятся и открытия делаются. А почему у нас-то не работает? А почему у нас-то не работает? Но к чему сделано? Или это у них не так, как у нас? Ну, например, в Америке существует постпрофессора, который пожизненный, и он стипендия такого-то и такого. Такой-то богатый торговец пивом в 18-м или 19-м веке завещал стипендию или антиквариатом, или медиалю. Но открыть одну ставку профессора, да? И вот он будет ее оплачивать. И дальше вы даете это все под того или другого ученого, который... А у него просто деньги в банке лежат. А дальше процент... У нас этого нет. Индаун, как это называется? Да, правильно. Индаумент. Там был один человек, который у нас открыл Индаумент. Его звали Дмитрий Борисович Зимин. И он взялся за популяризацию результатов науки. Фонд Династия издавал и издает замечательные книги. А Зимин, поскольку физика и математика ему были интересны, начал на свои деньги Индаумент открыл под молодых физиков. А, естественно, у него же состояние лежит в каких банках? В западных. Значит, он иноагент. Фонд Династии иностранный агент. И он не согласился с этим, да. Пошли на... И дальше точный адрес. Человек, который всю жизнь пахал, создал в огромной мере те системы, благодаря которым наша оборонка. Наша оборонка. Создал на этой базе Билайн. Потом ушел из бизнеса и мешок денег, вместо того, чтобы взвалить на плечо и тихо жить, забыв вообще о стране, где он работал и жил, он просто еще и в нее вкладывает. Ему так плюнули в лицо. Причем люди, которые гроша ломаного не стоили рядом с ним. Которые на километр к нему не должны приближаться. Которые должны были лизать ему пятки и благодарить за то, что он вообще это дал по статусу и уровню своему. Но они, ты понимаешь, они сейчас укажут тут. И у вас разворачиваются. И уходят такие люди. Но эндаументы есть еще у МГИМО, я знаю. Помогите, эндаументы есть у Эрмитажа. Я член правления этого эндаумента. Я говорю о рабочей науке. О науке, да. О реальной науке. О науке, которая дает вам атомную станцию, ракетный двигатель. О науке, которая дает вам электронику, вашу. О науке, которая позволяет вам долететь до той или другой планеты. Или зависнуть коршуном над вероятным противником, имея в потылице возможность сбить чертовой матери, что болтается над вами. Называется эта система стратегической ракетной обороны, как была у Рыгана или нет. Лазерное оружие у нас было и раньше, и мощнее, и современнее, и все на свете до Горбачева, как минимум, и до сих пор. И вот когда вы, вместо того, чтобы раскручивать это, и раскручивать тех, кто что-то производит в сельском хозяйстве, наши гастрономы или Андрей Даниленко это показывает, строите систему не из соображений убить страну, а просто потому, что вам так легче, комфортнее, лучше. Работать над чем-то, производить, это же, ну, куда меньше, чем распределять. Вы спокойно распределяете, глядишь, к рукам прилипнет. Как можно деньги получить? Вы можете деньги заработать, вы можете деньги украсть, вы можете деньги отобрать, вы можете деньги выпросить. Все. И поэтому быть распределителем денег, то есть тем, кто над этим и с деньгами, с мешком, и говорит, тебе это, а тебе то. Ну, это гораздо симпатичнее. А что все остальное сдохнет, большой привет Набиулиной и Кудрину. Евгений Андреевич, маленький опрос. Вот премьер-министр правительства рассказал, говорил долго, часа полтора, по-моему, если не больше, о том, как правительство живет, о себе и много интересного. Сказал, что поддерживает Владимира Владимировича как президента, и теперь-то уж наверняка с этой поддержкой Владимира Владимировича ничего не страшно на выборах. А то я переживал. Как вы думаете, исходя из того, что вы видите вокруг деятельность правительства в сфере экономики? Я специально об этом говорю, потому что есть еще внешняя политика, есть еще военная ситуация. А в сфере экономики вы полагаете. И вот тут 5533 вести. Т1 успешный. Т2 неуспешный. Т3. А нам все равно. Потому что огромное количество людей выживает в экономике, несмотря на действия любого правительства, на любые действия любого правительства. Ну, задача ваша, вы что, вы сидите и ждете, ой, правительство дало мне возможность жить. Да нет же, наверное. Вот я пережил уже распад страны, и многие пережили распад страны, что правительство что-нибудь о нас думало. А каждый раз у нас же не было периодов, когда правительства бы не было. Выживает, как выживаете. И вот оценку, ребят, попробуйте им дать ее. Итак, 5533 вести. Деятельность правительства в экономике. Т1 успешная. То есть согласимся все-таки с Медведевым. Т2. Ну, раз он премьер, его же не выгнали, значит не выгнали, значит не заслужил. Раз не заслужил, значит все хорошо, в той мере, в которой хорошо. Т2. Неуспешная. Неуспешная во всех вариантах, вот надо бы чего-нибудь немножко подправить, до катастрофа-катастрофа вообще. Люди не знают, что творят, или работают в основном на себя, на лоббистские группы, на, ну вот весь спектр. И Т3. Песня про зайцев, помните? Никулина ее пела, а нам все равно. Ну, в самый жуткий час мы волшебную косим тройн траву. В общем, это же тоже про нашу жизнь. Давайте поймем, а как мы относимся к тому, что мы видим, потому что к тому, что мы слышим, ну и ни одного замечания. Медведев прямо молодец, молодец, все, что он рассказал, и сам себя прикатековал, и все остальное, и объяснил, как плохо, что совпали два кризиса, а раньше никогда не совпадали два кризиса. И действительно, вот у нас была Великая Отечественная война, у нас не было же санкций Запада относительно нас, и у нас не было тогда падения цен на нефть, кого бы оно вообще волновало. Роста экономики, наверное, тоже не было. Оборонная промышленность, как выросла за годы войны, заметьте, просто волновало другое, выживание волновало, а не модель айфона, которая вышла на рынок. Но это же хорошо, что сейчас волнует не выживание. Я вам скажу, что да нет, плохо. Плохо то, что люди, которые не думают о том, как страна будет жить завтра и послезавтра, а страдают маниловщиной. Вот слушая все эти рассуждения про спекуляции на тему биткоина, идеи о том, что вот у нас впереди 20 лет стагнаться или еще что, я прям развожу руками и думаю, господи, в какой шикарной стране они живут. Вот мне бы еще только узнать, а в какой же они стране живут, потому что это точно не Россия. Я, кстати, когда слушал Дмитрия Анатольевича, уверенный голос, великолепно поставленная речь, все хорошо. Единственный вопрос, о какой стране он рассказывает? Ужасно интересно понять, а это про нас? Это вот все про нас? Да, надо же, как интересно. Прям не узнаю. И очень многие так. Поэтому 5, 5, 3, 3, 2, Т1. Ну, все хорошо с экономикой. Т2. Ну, не очень хорошо или очень нехорошо. Как выберете? Т3. Да нам все равно. Я потом расскажу, что я сам думаю про результаты опросов, когда они будут. Потому что очень интересно... Ну, я думаю, выводы можно сделать уже из ваших. Нет, нельзя. Репродуктивно еще то, что люди живут в некотором мире мечтаний и надежд, которые они сами себе создают. Правда? Правда. И ужасно некомфортно, когда вы живете с каким-нибудь правительством Примакова-Маслюкова. Я грешен, каюсь. Молодой был, 30-ти с небольшим летний. Дурак-дурак. Я просматривал вот все, что творилось. И моя главная оценка была, ну, Маслюков, он же из Компартии тогда, да? Ну, что ж тут хорошего? Оценивать-то надо не из какой-то партии. Оценивать надо, а ты чего умеешь или не умеешь делать? Ты вот птица-говором... Помните, была у Кира Булычева в тайне третьей планеты. Птица-говором, которая... Отличалась умом и сообразительностью. И умом и сообразительностью. Прямо, ну, Михаил Сергеевич Горбачев, он отличался, безусловно, умом, иначе какой же он был бы генсек, и такой сообразительностью. Страны, правда, не стало, которой он руководил, но тем не менее. А надо профессионалов брать на все места. Очень просто решается кадровый вопрос. Вы берете людей, являющихся профессионалами. В превращении мусора в свет и тепло или в экологических задачах, но чтобы не отчет написать, а чтобы лес вырос, вода была чистая, свалки у Байкала исчезли. В сам Байкал не попадала дрянь, которая заставляет его покрываться водорослями. Он сейчас зарастает зелененькой такой, очень неприятной сеточкой. Зверь водится, рыба плещется, ее становилось все больше. Браконьерами, неважно, по лесам, по лугам боролись. Комары, всякая дрянь там, и клещи энцефалитные уничтожились. Там, где они хотя бы при советской власти уничтожались. Старое в городе и красивое сохранялось, а не сносилось и перестраивалось под гигантские кубики. Аргументы-то можно найти любые. Профессионалов, чтобы движение по Москве шло, а не давилось. Потому что теперь, ну, мне совершенно все равно, какой ширины эти красивые тротуары с огромными гранитными катками, стоимости неимоверной на них, в которых растут чахлые иностранно завезенные, как я понимаю, в основном все-таки, то есть сдохнут сразу, листики. И такое впечатление, что листики эти под нашу погоду сначала покрасили, как у Агенри в рассказе «Последний лист», а потом еще приклеили, что они так трепещут несчастные, их жалко, их хочется вернуть в тот питомник Голландии, откуда они сюда привезены. Ну, они, куда им деваться? Их купили за ломовые деньги и засадили в эту гранитную катку, и они стоят, проезжать мешают. А машины выдавливаются, знаете, засохшая паста из тюбика. Ты ее давишь-давишь, а она не давится, не растет, кокосы, крокодил не ловится, и Тверская вот вчера была перекрыта, одуреваешь, а сейчас Красные Ворота, говорят, нам пишут, а тебе же проехать надо, а твоя задача не ездить, пес поганый, по этому городу. Ты вообще, что ты тут разъездился? На метро, Евгений Ильич. На метро, да, да, давно на метро в час пик. Я периодически бываю, и у меня свои мысли на эту тему, тем более, как мне рассказывают метрополитеновцы, качество этого метро. Сейчас будет погода, но вопрос продолжается. Да, 1 декабря завтра послушаем, что за погода будет зимой, первый день. Вы назначаете профессионалов на все посты, либо вы создаете систему, при которой на каждом направлении у вас есть, ну, референтная группа, понимающая, о чем речь, которая очищает систему от непрофессионалов и людей, которые ей вредят, причем без вашего, даже и ведома, если нужно. Или вы назначаете над этой референтной группой, и тут второе качество, не просто профессионала компетентного, но и человека порядочного и болеющего за дело. Евгений Иванович, а вот бояться иногда профессионалов, потому что тогда ты сам не нужен, если везде профессионалы. Я, безусловно, самая лучшая машинистка в моем офисе. Да нет, ну понятно. Я не назначаю секретаршей сам себя. Хотя я грамотнее их всех печатаю, и даже быстрее. Я конкретно даю финансистам возможность работать, не сидя у них над головой, и не рассказывая им, как и что они должны делать, и не читая им эти бесконечные лекции. Лекции надо читать студентам, аспирантам. Когда премьер-министр выходит на заседание правительства и читает бесконечно всем лекции, то, наверное, ему бы надо работать профессором в университете и учить детей. А если в правительстве так и дуболомы, что они нуждаются в этих лекциях, а без этого они работать не могут? Ну и что это за правительство? Понимаете, какая ситуация? А ведь тут как? Дальше. Ваши профессионалы должны быть мотивированы, внутренне мотивированы, не только баблом. Достойная оплата – это важно, но не главное. И они обязаны, обязаны отвечать за свое дело. Как немецкий пивовар, у которого экзамен, если штаны кожаные не приклеились к лавке, так он мастера не получит. Как инженер старый, российский в том числе, у которого, если мост рухнул, он пошел и застрелился. У нас сейчас, если так подходить к этому делу, такая канонада поднимется, если они за все, что провалили, будут стреляться. Ну, потому что есть честь, есть долг. Такие очень японские понятия – гири, гири, третье. Эти профессионалы не должны воровать, не должны заниматься черт знает чем, не должны… Я имею в виду сейчас вот всю ту похабень, которую мы наблюдаем, которая уже стала нормальной в нашей жизни. Если личная жизнь у тебя нормальна, не используй, пожалуйста, служебное положение в личных целях. Я совершенно сейчас серьезен. У нас в конторе так получилось. Мы, исходя из опыта первых лет работы, сказали, ребята, у вас служебный роман замечательный. Давайте кто-нибудь один уйдет из конторы, потому что… Чтобы не мотать нервы. Если один в подчинении другого, то это понятно, что если у вас инженер или начальник отдела решил жениться на бухгалтере, ну, наверное, если это бухгалтер из другого направления, но как только это из одного все развалится, потому что… А если они фассурились? То все. И бухгалтера… Она же похоронит эту контору. Бухгалтера, как правило, девушки. И были прецеденты. А если ты задал ее любимому мужу замечание или, упаси Господь, с ним приходится расстаться, да? Ну, результат какой? Не дай бог, тебе эта женщина будет мстить до конца жизни. И вот ни пересечения личного с работой, ни пересечения ни в коем случае использования служебного положения в личных целях. Тебя работать взяли они секретаршами. Большой привет истории Сердюкова и его гарема. Блондинок, не блондинок – это отдельная тема. И это очень четко характеризует на любом месте любого человека, потому что это разлагает коллектив. Что-то все работают, а он здесь личной жизнью на работе в рабочее время занимается. Очень сильно характеризует барство и много чего другое. И, безусловно, этот человек должен быть контактен. Если он скандален, занущев, полагает себя пупом земли, он развалит работу в команде, в коллективе. Если он не уважает людей, а ведь одна из наших главных проблем – это абсолютное наплевательское неуважение к тем, кто делает дело. А тебе назначат какого-нибудь щенка начальником, чьего-нибудь племянника, или зятя, или Никиту Исаева. Ну, хороший пример. Надо же работать с ним. Не надо с ним работать. С ним работать невозможно. И не надо с ним работать. Потому что, если начальник не уважает труд подчиненных, не ценит его и их как людей, ведет себя с ними как барин, то либо его на штык наденут, либо на работу наплюют. И, в конечном счете, зачем же такой начальник, который все сорвет? А есть другая опция и другие задачи – поделить, распилить, по карманам распихать, и чтобы на всех финпотоках сидели твои ребята. И на кормление ты будешь раздавать им. Ну, знаете такой термин – кормление, да? Прокормись от того, что тебе дали – отрасль, корпорацию. И тогда не целесообразность результатов, как у китайцев, тех же самых, которые у нас под боком, а другие критерии. И тогда, конечно, все завянет, зачахнет, затихнет. И вот поэтому я спрашиваю. Исходя из того, что вы видите вокруг себя, услушающие нас, как вы оцениваете экономическую работу нашего правительства? 5533 Вести, Т1. Т1 – хорошо, все хорошо. Т2 – нехорошо. Я сейчас, я очень снисходительный, заметьте, к экономическому блоку правительства. Я не обзываю их либералами или там, как обзывал в свое время Хрущев художников. Да, я же про них этого не говорю. Правда? Нет, не говорите. Так что уж я вежлив, да чертище. И Т2 – ну, нехорошо просто. А Т3 – да нам все равно. Называется – да выживем. Мы при любом правительстве. При царях выжили, при присяжных поверенных, при генсейках, при всех президентах и премьерах. Выживем, но развалится страна, но не из-за нас, она развалится. А на самом деле из-за чего выживем? Да из-за семьи, из-за детей, из-за того, что ну вот жалко, что у тебя ты во дворе в футбол играл, а теперь здесь помойка, из-за чего угодно. Очень много и люди работают не так, чтобы это учли, и не для того, чтобы их похвалили или куда-нибудь назначили, а просто потому, что ну совестно и как-то и нехорошо. Кстати, никто этой работы не учитывает, а она ведь есть. И от этого страна куда как вполне зачастую в каких-то своих уголках выглядит даже и очень-очень неплохо. Вот продолжаем этот опрос. Я полагаю, что в следующем часе... Когда вы-то свое мнение выскажете, Евгений Ильич? Экономический блок правительства, с моей точки зрения, работает безобразно. Безобразно и дальше можно разбирать по отраслям и по конкретике, почему именно безобразно. Мне так, исходя из моего шестка, видится дико зарабиратизировано. То, что надо делать в один ход и за пять минут, делается в 42 хода и за 2-3 года, и без надежды на то, что еще устоит, ну как есть. А теперь выходим на перерыв. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!